Харе Кришна, дорогие предные! Вмите наши поклоны! Харе Кришна, Дюр Махарадж! Сегодня с нами в гостях Святейчество Бхакти Викна Нарсимха Махарадж. Он даст лекцию на тему, как и что правильно просить у Кришны, как правильно обращаться к Господу с нашими молитвами, нашими просьбами. Это будет на основе стиха Шумат Бхагава, там 4, 9, 9. У нас будет полтора часа на общение. Пожалуйста, готовьте свои вопросы. И в конце лекции мы сможем их обсудить. Дюр Махарадж, we may start. We have one and a half hour. So, please, you are welcome. Okay, I'm just trying to clear out some things here. Oh. Субтитры сделал DimaTorzok. This meeting is being recorded. Okay. What's this? Можно? Вас узнают. This is good. Very cool. Я вот... А, вот вижу, как Махараджа сделать для видимым, для всех. Все, я нашел. Спасибо. So, Махарадж... When I start... Okay. О, Махараджа... 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 Бхактавинда... Hare Krishna... Hare Krishna... Hare Krishna... Krishna Krishna... Hare Hare... Hare Rama... Hare Rama... Rama Rama... Hare Hare... So, we're reading a verse from the fourth canto, chapter nine, entitled, Друва Махараджа returns home. Text number nine. Итак, мы читаем сегодняшнюю Шамад Бхагаватам, четвертая песня, а глава девятая, которая называется Друва Махарадж... Возвращение Друва Махараджа домой. Текст девятый. Где-то Some... Нурнам вумаста... Матая-става... Майате... Етвам... Бхават-lyaya... Бхимокшанам... Ананы-я-хетов... Арчанти-каупа-катарум... Куна-папа-богиам... Ич-чанти-ят-спар-шад-джам-ни-ра-й-пин-ры-н-ам. Хорошо, вы хотите читать язык или язык в языке? Я думаю, язык в языке в языке. Вы хотите язык или в языке в русском? Просто в русском. Пожалуйста. Перевод стихом. Те, кто поклоняется тебе в расчете получить в награду чувственное наслаждение, заботясь только об этом мешке из кожи, несомненно находятся под влиянием твоей иллюзорной энергии. Ты подобен древу желаний и можешь исполнить любые желания и даровать освобождение, вызвали в душу из круговорота рождений и смерти. Но глупцы, подобные мне, просят у тебя чувственных наслаждений, которые доступны даже обитателям Ады. Комментарий. Пуперт. Друва Махарадж раскаивается в том, что начал служить Господу в расчете на материальное вознаграждение. В этом стихе он осуждает подобные отношения к преданному служению. Только самые невежественные люди поклоняются Господу в надежде извлечь из этого материальную выгоду или получить чувственное наслаждение. Господь подобен древу желаний. Он может исполнить любые наши желания. Но в большинстве случаев люди не знают, с какими просьбами следует обращаться к Господу. Чувственное наслаждение, которое мы получаем через кожу, начи говоря, счастье, которое приносит плотские удовольствия, доступно даже свиньям и собакам. Такое счастье ничего не стоит. Если преданный, поклоняется Господу. А для такой безделицы его следует читать полным невеждой. Так, древу Махараджа здесь возносит молитвы, опрощенную Господу. Это случилось после того, как древу Махараджа в течение шести месяцев совершал аскезу, и Господь появился вдруг перед ним. Итак, мы знаем из Бхагавадгита, что существует четыре категории людей. Они не являются чистыми преданными Господа, но которые обращаются к Господу движимыми разными причинами. Так, это люди, которые по разным причинам приходят к Господу. И в основе этого действия лежит определенная сукрития или благочестие, совершенное или обретенное им в прошлом. Не занимаясь благочестивой деятельностью, невозможно обратиться или приступить к практике сознания Кришны. Так, Кришна перечисляет, что эти четыре категории – это люди, которые находятся в беде, люди, которые любознательны в нужде, и люди, которые ищут абсолютную истину. Итак, Друва Махараджа в категории – это человек, который приходит в search of some material wealth. Он желал иметь, что больше, чем его родственник, и даже больше, чем его родственник. Друва Махараджа приступил к своей практике движимый желанием обрести материальные богатства. Он хотел править царством большим, чем у его деда. Так, Друва Махараджа хотел обрести царство, править царством, но он сам себя в этом стихе называет глупцом. Человек, который обращается к Богу за чем-то материальным, он подобен глупцу. Итак, Друва Махарадж обращался к Господу движимый материальными желаниями или желаниями чувственных наслаждений. Как он говорит здесь, что чувственные наслаждения, они уже и так доступны всем, даже обитателям Ады. Конечно, Lord Rishavdev, in the fifth canto, he made similar appeal to his sons. He had 100 sons, and he requested them that don't just work for sense gratification, because that pleasure is there even for the pigs, which eat stew. So Lord Rishavdev encouraged his sons, rather than simply working for sense gratification, they should try to purify their existence by doing tapasya, by doing some austerity, and then they would go on to experience real happiness. Итак, Господь Rishav Hadeva воодушевляет подняться с этого уровня и посвятить себя подняться над материальным. Однако мы понимаем, что не все люди находятся на таком уровне и могут отказаться от материальных привязанностей. And we find in the second canto, Śrīmad-Bhāgavatam, Sukhadeva Goswami, instructing Mahārāja Parīkṣit, that he says, That whether one has all material desires, or no material desires, or whether one desires liberation, still they should worship the Supreme Lord. We meet in the second canto, Śrīmad-Bhāgavatam, one of the important things, where Shukhadeva Goswami says to Mahārāja Parīkṣit, that akama sarva kama vā mokṣa kama udā radhi, that if the person has made their material desires, or he is free from them, or he is willing to release mokṣa, So we can see that even though we have material desires, we are not prohibited from worshipping the Supreme Lord. So, we see one important thing, that even if a person has material desires, then he is not prohibited in this. He is not allowed to come. He is not allowed. So, Shandas, if you can regulate the sound of the participants, please do it. Or I will just turn it off. So, I already turn it off. Итак, Махараш сказал, что даже если кто-то не свободен от материальных желаний, ему не запрещается служить Господу. То есть, в таком случае, все равно лучше поклоняться самому Господу, нежели поклоняться, например, каким-то полубогам. Некоторые люди могут думать, что если же я буду поклоняться лучше Господу Шиве, Ганеши или Дурге, то я быстрее смогу исполнить свои желания. Да, на первый взгляд, это действительно может быть таким более быстрым способом, как можно достичь желаемого, обращаясь к этим полубогам, но эта практика может также принести определенные проблемы. The problem is that by worshipping demigods, the demigods will give results quickly without considering what is actually ultimately good for us. And they may give results which may bring us disaster. Итак, полубоги могут исполнить наши желания или дать нам желаемый результат, не учитывая того окончательного блага или эффекта, скажем так, которому может привести то, чего мы желаем. И в результате это может обернуться для нас трагедией. Мы видим примеры великих личностей, великих демонов, которые враждовались к Господам, но которые при этом обращались к разным полубогам, чтобы обрести желание. Но мы видим, несмотря на все благословения этих полубогов, их жизнь в конечном счете заканчивалась неудачей. Демонов, как Хараньякша, Хараньякешипу, Раван, Кумбакаран, и тогда... Демонов, как cul mi, на ваших лыбанских отец. Weltvenså, нет демонов 그건 он Камса и кемсом нuro. С lолоком жаля, о .. Бан Libr ALEX. Да он, Осободаца, Банасура. Он тоже был в духов hotel Харасичем. Он был очень жолочным членом с демонов, leader поставщик, почему он был integral. Он также стем хваланьякотный уровень. И так мы видим множество примеров таких личностей, как Хираньякша, Хираньякашипу, Кумбакарна, Камса, сын Бали, это был Банасура, он был предан Господа Шивы. И так все они с одной стороны были преданными полу-богов, но с другой стороны мы видим, как они все окончили. Итак, мы никогда не поощряем или не поддерживаем вот эту вот идею, что если у кого-то есть материальные желания, то Господу с ними не надо обращаться. Идите лучше к полу-богам. Мы никогда так не говорим. Барат-Махараж. А в пятой песне описывается историю про Барата-Махараджа. Это был царь, который правил миром. И у него был придворный священник Браман, который совершал разные церемонии от имени полу-богов. И Барата-Махарадж называет или рассматривает этих полу-богов как части Верховного Господа. Другие деми-гоги все представляют разные части тела Супременного Господа. Например, очки Господа – Сурия. И ремень Господа – Индра. Итак, разные полу-боги олицетворяют разные части тела Господа. Например, глаза Господа олицетворяют Сурия – Дев, Бог Солнца. Руки Господа – Индра-Дев, Царь Спаргалоки. Низшие планетные системы – это стопы. Господа – Высшие – это его голова. Так Барата-Махарадж, представляя или видя полу-богов как части тела Господа, таким образом медитировал на самого Всевышнего. But the devotee of the Supreme Lord, we should be chaste. As devotees of the Supreme Lord, we should be chaste to the Lord. We should not want to worship any other God other than the Supreme Lord, Lord Shri Krishna. Итак, будучи преданными Господа Кришны, мы должны быть верны Ему или целомудренны по отношению к Нему и не поклоняться перед Ним кому-то еще. The Lord is very expert in changing the quality of the desires of His devotees. He can change that the devotees who come to Him initially may be full of material desires, we would say Sakama devotees. But by contacting the Lord, that Sakama devotee will become Akama devotee. In other words, His material desires will be purified. Итак, Господь очень искусен в том, чтобы менять желание преданного. Другими словами, на начальном этапе, будучи охваченным каким-то материальным желанием, преданный обращается к Господу. Но в результате этого контакта с Господом, само это материальное желание, таких преданных можно назвать Sakama, имеющие материальное желание, это материальное желание, оно очищается или уходит. И преданность становится Akama, или свободным от этого желания. When one approaches the Lord asking for something material, it's like the child who comes to the mother and asks the mother, please give me some money, I want to go and buy some poison, I want to kill myself. So the mother, of course, is not going to give her child money to go and buy poison to kill herself. И так, конечно же, мать, предвидев это, она не будет давать ему деньги, чтобы он случаем не купил какого-то яда, который бы убил его. Prabhupada had a situation one time in the 1960s. Prabhupada was beginning his movement in New York, and he was supposed to meet a very important man. And he had one of the devotees wait outside, and he told the devotee, he said, please don't let anybody disturb me, a very important man is coming to see me today, I don't want any disturbance. So the devotee was waiting outside Prabhupada's room. В 60-х годах, когда Prabhupada приехал в Америку, в Нью-Йорке, основного движения, преданные как-то устроили встречу, и в Prabhupada пришел один очень важный человек. Один преданный снаружи за дверьми стоял и караулил, охранял эту встречу, чтобы никто не побеспокоил Prabhupada, и не прервал, не нарушил их разговор с этим гвоздем. So what happened was the important man came, but when he came, the devotee told the important man that Swamiji doesn't want anyone to disturb him today, you have to go away. So the important man just turned around and left, and didn't get to meet Prabhupada. Так, наступил час встречи, этот человек подошел к двери, внутри в комнате был Prabhupada, а снаружи стоял преданный, которому было велено никого не пускать. Когда этот важный человек сказал, ну вот, я пришел, пожалуйста, спустите меня туда, этот преданный сказал, нет, мне велено никого не пускать, и этот гость развернулся и ушел. So Srila Prabhupada was very upset with this silly devotee, this foolish devotee, for making such a mistake, because it denied Prabhupada an opportunity to meet with this very important man. Да, Prabhupada был очень расстроен этим глупопеданным, который фактически не пустил этого важного человека. Prabhupada был расстроен, что он пустил возможность встречи и разговор с ним. So the devotee was feeling very guilty that he'd done something very stupid, so he said to Prabhupada, he said, Swamiji, can you give me two dollars? And Prabhupada said, why? What do you want two dollars for? He said, I'm going to buy some kerosene, I'm going to set myself on fire. I want to burn myself to death. So then Prabhupada said, just a minute, Prabhupada looked in his drawer, he said, oh, no money today, sorry. And so the same way the Supreme Lord is not going to fulfill the foolish desires of materialistic people. But rather the Lord, by receiving the worship of the devotee, the devotee will become purified and his consciousness will change. And instead of desiring material benefit, he will get the greatest spiritual benefit. Господь принимает служение преданного. И вследствие этого, Господь меняет сознание преданного меняется. Это материальное желание, оно растворяется и уходит, слабеет и уходит. Конечно, мы видим, что в Бхагавад-Гиде, Кришна говорит знание в Бхагавад-Гиде, Он говорит на много разных уровнях. Он начинает говорить, например, на уровне кармаканды, что вы можете выполнить свои материальные желания by taking part in this battle. Кришна is telling Арджуна, if you fight, it opens the doors to liberation. Господь Кришна в Бхагавад-Гиде представляет знания на разных уровнях. Например, это кармаканды. Он говорит Арджуне, что победив в этом сражении, что сражаясь в этом сражении, ты обретешь царство. Либо говорит Кришна, если же ты падешь в этом сражении, ты все равно попадешь на рай, будешь там наслаждаться. То есть, пожалуйста, сражайся, говорил Кришна. So, people come with material desires. They go to the temple, and they want to do some karmakandi ritualistic activity. They want to fulfill their material desires. It's a pious activity. It's not spiritual. It's a totally material activity. Итак, уровень кармаканды это человек, который, например, приходит в храм. Но он движимый материальными желаниями, и он совершает какие-то ритуалы или церемонии с целью исполнить эти желания. Это является благочестивой, не греховной деятельностью, но это не является духовной деятельностью. Это материальный уровень. The result of material activity is karma. You may get some good karma. You may get some bad karma. You do some pious activity, you get some good karma. And if you make some mistakes in performing your pious activities, you may get some bad karma. Итак, результат любой материальной деятельности это некая карма. И если человек занят благочестивой деятельностью, он получает хорошие плоды. Если он занят неблагочестивой деятельностью, ему приходит плохая. И мы find in Krishna Leela, the story of Maharaj Nigga, how Maharaj Nigga was giving so much charity, he was giving cows away to brahmanas, and very best cows with only one calf, and they were decorated with pearls and cloth of silk. They were very nice cows with nice young calves. And he would give these cows to the best brahmanas who were well-educated, who had studied the Vedas, and who didn't have wealth, who were not rich. So he considered these people to be very qualified to receive charity, and he would give these cows to them in charity. He would give many cows. Например, в Кришна-Лили мы знаем, мы встречаем историю, описание по царя Нригу, которые раздавал коровы-браманам. Причем он украшал эти коровы разными шелками, разными камнями. И он раздавал их самым лучшим браманам, которые были образованы. Эти браманы, они изучали индведы. И он достаточно много коров раздал им. But by mistake, without Maharaj Nigga's knowledge, one cow went into the group of other cows and was given to another брамана. So, after some time, both the браманас came complaining. They said, you gave this cow to me. So, Maharaj Nigga offered to give many, many more cows to the браманас to make up for the one cow. But they both said no. They said, we have vowed we will not take any more charity. We would only, we only want to take charity one time. We cannot take any more cows. So, the result out of this so-called pious activity of Maharaj Nigga was that he got the reaction of stealing from a brahmana because he had given one cow to one brahmana and then he gave the same cow again to another brahmana. So, it was like he had stolen the cow from the brahmana. After giving it to the brahmana, he stole it back and then gave it away to the other brahmana. So, this way, when he died, he had to suffer the reaction of stealing from a brahmana. So, Maharaj Nigga совершил благочестивый поступок, но что получилось? Он отдал вот эту корову brahmana, а потом эту корову, которая ему уже не принадлежала, он второй раз отдал другому brahmana. То есть, получается, что он как бы украл ее у того первого brahmana, чтобы отдать его другому. Поэтому после того, как Maharaj Nigga умер, он получил вот эту вот реакцию за воровство у brahmana. So, when Maharaj Nigga died, he was taken to Yamaraj, and Lord Yamaraj asked him, he said, first of all, he said, you've performed many пious activities, but you've also done some sins. He said, would you like to enjoy your пious activities first, or do you want to suffer for your sins. So, Maharaj Nigga said, let me suffer for my sins first of all. So, Lord Yamaraj said, all right. So, immediately, Nigga was changed into the body of a lizard, and he appeared in the bottom of a big well. Итак, Maharaj Nigga после своей смерти отправился к Maharaj. И Maharaj ему сказал, ты совершил множество благочестивых поступков, но у тебя также были определенные ошибки или грехи. Что ты хочешь сначала получить первым, владея от благочестивых или от греховных поступков? Махарaj дрига превратился в ящерицу, которая оказалась на дне колодца. So, that well happened to be in the garden of Lord Krishna, in one of Lord Krishna's residences in Дварка. And after some time, the children there were playing with a ball, and it went into the well. And then they saw the lizard in the bottom of the well. At that time, they came and told Lord Krishna. And Lord Krishna came there and put his hand into the well. And immediately the lizard was transformed into the body of King Нрига. Итак, этот колодец оказался в Двараке, в саду одного из жителей Двараки. И дети рядом возле этого колодца играли мяч. И вдруг этот мячик попал в колодец. Маленькие дети сказали об этом Кришне. Он пришел и опустил туда руку в этот колодец чтобы достать мячик. В это мгновение эта ящерица вдруг превратилась, приняла в двух руку форму Махараджа Мвига. Махараджа 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 просил Махараджа 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 knows everything he's omniscient but for the purpose of instructing everyone present he requested the king to explain who he was and what happened and how it was he had become a lizard. So at that time Махараджа explained what happened and how he'd given cows in charity and by mistake one cow went to the other brahmana and the result was at the time of death he had to suffer reactions for stealing from a brahmana and that caused him to take birth as a lizard. So in this way everybody was instructed in how careful they have to be in respecting other people's property and how dangerous it is to perform karmakandi activities for one's own fruit of benefit. the this dialogue God showed the God God how he showed the people's important should be each person to their own own identity and how hard or dangerous is the path of Karmakanda where can make mistake Махараджан Лига хотел наслаждаться результатами или плодами, вот такой будучисти водитель, но за одной небольшой, невольной ошибкой он вынужден был страдать. Итак, уровень кармаканды это уровень материальной деятельности, где цена за ошибку может быть очень высока. Следующим уровнем, уже таким вот нематериальным, а духовным уровнем является уровень йоги, которая начинается с такой ступени, как карма-йога, или отречение от непривязанности результатов своего труда. Итак, уровень кармаканды, или вот этого поклонения полубогам, или вот этого поклонения полубогам, это своего рода такой вот материальный бизнес, когда вот под именем религии, в совершении каких-то ритуалов, я что-то отдаю в расчете, получить что-то в ответ. Итак, человек, занимающийся такой практикой, практически не ищет духовного развития. Он просто хочет получить определенные результаты, плоды для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Итак, более высоким уровнем является уровень карма-йоги, вот это вот уже первое ступенье в Лестнице Йогика, это путь и практика, которая ведет человека всевышно. Карма-йога, of course, not everyone doing karma-йога is a devotee. There are karma-йогies who are impersonalists, and their goal is to become one and to merge with the Supreme, enter into the brahma-joyty. Итак, не только преданные, на самом деле, занимаются карма-йогой, а также их и персоналисты могут следовать этим путем, желая обрести освобождение, слиться в предыдущем семье Господа Прамаджёте. Итак, такая практика, она несколько лучше, однозначно лучше, чем... Жизнь на уровне животных. Однако такой человек, стремящийся остыться с брамаджёте, достигая этой цели, не может находиться там постоянно. Практически он не попадает в духовный мир. Он потом возвращается с этого уровня опять в материальный мир. Итак, выше, чем вот такая практика, которую занят для персоналиста, это практика бхакти, когда преданный, когда личность осознаёт, понимает, что у него есть его вечное отношение с Проховым Господом. Итак, мы можем поклоняться Господу, Господу, идя путем карма йога. И здесь есть такие вот две ступенечки, одна из них это са-кама, то есть, когда мы служим Господу, но при этом мы привязаны к результатам или к плодам нашего труда, ожидаем что-то. И есть уровень ниша-кама, когда мы полностью отречены. Продолжение следует... Karma-yoga is different from bhakti-yoga, in the sense that one is attached to working in a particular way. One may, for example, Arjuna was a kshatriya, so you had a jyuti to perform as a kshatriya. And similarly, Dhruva Maharaj is also a kshatriya, he is also a jyuti, a son of a king, supposed to rule the kingdom and take care of the citizens. Karma-yoga отличается от bhakti-yoga тем, что человек должен учиться исполнять свой долг и при этом не быть привязан к результатам своего труда. Например, Арджуна был шатрием, и Кришна побуждал его сражаться, при этом не будучи привязан к этому. Или другой пример, это Dhruva Maharaj. In the same way we find people coming to the Krishna Consciousness Movement, they're not able to just simply do bhakti-yoga, which means just simply hearing and chanting and remembering Krishna and worshipping the deities. They want to work, they like to have some job or they want to be in business, they like to have some position in the material world. And they're not able to completely give themselves to Krishna's service. В наше движение порой приходят люди, которые не способны или не готовы сразу практиковать bhakti-yoga, то есть слушать, о господи, повторяться имена, памятовать, поклоняться божествам. У этих людей еще есть желание работать, заниматься каким-то бизнесом, занимать какое-то положение в этом мире. Мы видим, что наше движение в наши дни выглядит таким образом, что большинство преданных, у них есть своя работа и так далее. Но они отдают часть своего либо времени, либо средств на поклонение Господу, на служение Господу. Мы видим, что такие преданные, занятые с одной стороны какой-то деятельностью в этом мире, обучают и воспитывают своих детей в сознании Кришны. Например, здесь у нас в Майгуре есть гуру-кулла, где обучаются дети преданных. Потому что это свидетельство. They want their children to grow up in Krishna-consciousness, и быть ученицей в Krishna-conscious activities. And other people, they may not have children, или они не могут быть ученицом в гуру-кулла, Но они хотят помогать Кришна-кончистосовому движению в других способах, поддерживая их трудно-earned money. Они развиваются в сознании Кришны благодаря тому, что жертвуют, помогают, участвуют. So, that kind of work is called karma-yoga. They're working, but they're also thinking of Krishna and offering the results of their work for Krishna. According to how much they're offering, somebody may be giving 1%, so that's like sakama karma-yoga. And somebody else is giving 98% or 100%, that is niskam karma-yoga. So, we see today that we have a lot of, we have a big congregation, we have very few devotees living in the ashram. But we have a big congregation, and most of the congregation, their work is more karma-yoga rather than bhakti-yoga. Итак, у нас есть достаточно большие общины, лишь немногочисленные жители храмов или ашрамов. И вот большинство тех предных, которые живут за пределами, скажем, храма или ашрамов, они заняты деятельностью на уровне karma-yoga. So, bhakti-yoga means, as we said, the nine angas of bhakti, śravanam, kirtanam, smaranam, vandanam, archanam, dasyam, sakhyam, atmanivedanam. Like this, the nine different limbs of devotional service, that is what constitutes bhakti-yoga. So, with bhakti-yoga, one surrenders first, and then everything is done for Krishna. So, with bhakti-yoga, we will do anything, whatever Krishna wants us to do, we're not attached to work. If Krishna wants us to clean the toilets, we'll go and clean the toilet. If Krishna wants us to take care of the cows, we'll take care of the cows. If Krishna wants us to worship the deity, we'll do that. Whatever Krishna wants, a devotee is surrendered. But with karma-yoga, we're attached to working, and we have our own likes and dislikes, what particular work we're going to do for Krishna. We have our own psycho-physical nature. Somebody by nature is a brahmin, somebody by nature is vaishya, or chatriya, or sudra. And we would like to work in that way, according to our nature, but at the same time, we want to offer the results, or some portion of the result, to Krishna. So, the surrendering part comes later. The surrendering part comes after the work. That is karma-yoga. Итак, на уровне вот этой кармы-yoga мы занимаемся тем, что мы больше любим. Мы больше любим. И занимаемся такой деятельностью, которая соответствует нашей физико-психологической природе. Например, если человек в природе Браман, он выбирает определенные виды деятельности, рикшатры и так далее. То есть каждый действует соответствует своей природе с тем, что не нравится, и там, не избегает, что не нравится. И потом, достигая, обретая какой-то результат, он отдает часть результата Кришны. То есть, фактически здесь предание, оно идет в конце. И так далее. But, he was changed by the mercy of Krishna. Итак, в примере с Друма Махараджем, мы видим, что он отправился в лес, одержимый сильными материальными желаниями. У него была большая боль в сердце. Это оскорбление, которое нанесла его приемная мать. И он хотел отомстить ей. Он хотел обрести, завоевать царство, которого нет ни у кого. И так, в начале, он был сакама. Он был сакама, он был сакама, он был сакама, он был сакамама. Итак, Друма Махарадж находился на уровне сакама, йоги. У него было много материальных желаний, и он обратился к Господу. То есть, он совершал эти аскезы. И в конце шестимесячного периода, когда Господь появился перед Друвой, Друва ответил, что теперь я полностью удовлетворен, свободен от этого желания. И так, Господь ответил. Друва, но все же, ты же чего-то хотел, поэтому я хочу исполнить твое желание. И Друва Махарадж, как мы знаем, стал правителем этого мира на несколько тысяч небесных лет. И так, позже, мы знаем, у него подникла резиденция, это вот наша полярная звезда, там, где находится Друва. Так, Господь хорошо понимал, что находится в сердце Друва Махараджа. И хотя сам Друва Махарадж уже передумал и отказался от этого желания, Господь все же дал ему то, чего он хотел, это царство, которое он смог править. Друва Махараджа. Друва Махарадж, правил тысячу лет, наслаждался царствованием, согласно своему желанию. Но потом, когда это время не стекло, Господь перевел его, переместил его на полярную звезду, где находится Кширадакаша Юджу. Полярная звезда находится на вершине всей Вселенной. И мы знаем, что все планеты, они вращаются вокруг нее, и Друва Махараджу совершает все эти движения. Итак, до конца этого Дня Брамы, Друва Махарадж находится на этой полярной звезде, и наблюдает или управляет всеми этими движениями планет на себе. Итак, мы видим, что Друва Махарадж, он получил милость Господа, и при этом было исполнено его материальное желание. Но если мы посмотрим, например, прохлады Махараджа, то мы увидим нечто другое. Так, у прохлады Махараджа не было материальных желаний. Когда Господь перестал перед ним, прохлад попросил его, пожалуй, сделай так, чтобы в моем сердце не возникало желаний, чувственных наслаждений. So we see Пралат Махарадж, he has the mood of pure devotion, without any tinge of material desires. It's on a much higher level than Друва Махарадж. Итак, вот этот уровень, на котором находится прохлад Махарадж, это гораздо более высокий уровень, чем тот, на котором действовал тогда Друва, потому что прохладом не движили никакие материальные желания. And, of course, Lord Nishringadev was so kind to Prahlad, he cared so much for Prahlad Maharaj, that when Prahlad Maharaj wanted, he was concerned for his father, then Lord Nishringadev told Prahlad Maharaj, that you don't have to worry that your father and for many generations before and many generations after, because of your birth and that line, all of your ancestors and forefathers and descendants, they will never have any problem, they will never have any difficulties, because they're all connected to you. And we see... Prahlad Maharaj had one grandson named Bali Maharaj, and Bali Maharaj had... he had sons. One of Bali Maharaj's sons was Banna, and Banna was a great devotee of Lord Shiva, and he fought against Lord Krishna, and Lord Shiva helped him in his fight against Lord Krishna. So this Banna was very powerful, and he had a hundred arms. So when Lord Krishna fought with him, Lord Krishna cut off his arms and just left him with four arms. But he didn't kill him, because he said, I know you're born in the line of Prahlad Maharaj, and Prahlad Maharaj is my devotee, and I vowed I would never harm anybody coming in his family. So he had one hundred, right? One hundred arms. One hundred arms. So as devotees, you know, we're often puzzled, you know, should I pray to Krishna for this? Is it all right for me to ask Krishna? Maybe, you know, maybe I want to get a job, get a new job, maybe I want a better pay, maybe I want to pass an exam. So many different desires we have in material life. Is it all right to pray to Krishna in this way? So, yes, you know, we have some desire, it's all right, go to Krishna, Krishna can help us. If Krishna thinks it's good for us, Krishna will sanction it. At the same time, somebody else may be on a higher level of devotional service, and they may simply just surrender everything to Krishna and say, whatever Krishna wants, I accept. Or if one is so advanced and so surrendered, okay, very good. someone else may be on a higher level of devotional service, if he is on a higher level of devotional service, then he will not ask anything of Krishna. More importantly, he will give or give to Krishna everything that is in his life. So we have to understand not all devotees are on the same level. As I said, there's devotees like Dhruva Maharaj and devotees like Prahlad Maharaj. They're both pure devotees, but they're on different levels. And same way, among our own devotee community, some devotees will be more advanced than others. We don't mind, we understand. that's the nature of devotional service. But Krishna consciousness is for everyone. Whether we have all material desires or no material desires or we desire liberation, everyone has a place in the Krishna consciousness movement. So, the consciousness of Krishna is given to everyone. And for those who have material desires, and for those who have no one, and for those who are looking for liberation, the consciousness of Krishna can be practiced by everyone. So, at one time, there was one man, there was one famous blues singer. He was a musician. At the same time, he was a gospel. He was preaching the gospel, Christian gospel. And he came to meet Srila Prabhupada in America in the 1960s. His name was the Reverend Gary Davis. And he came to ask Prabhupada and he said, Swami Ji, he said, I have to ask you a question. It's very important. It's been troubling me for a long time. He said, I want to know what to pray for. What is it that way? What is it that way? What is it that way? One day, there was a meeting with a one of a исполнителем блюза Реверон Гэри Дэвисом, который был своего рода, он изучал христианскую Библию, проповедовал ее, и он пришел к правопаде и сказал, шла правопада, уважаемый Свами Джо, у меня есть один беспокоящий вопрос, могли бы вы на него ответить? Я хочу знать, с какой целью или зачем, ради чего следует обращаться или молиться к Господу. So this man had been a missionary all his life, he'd been preaching the gospel, and he understood that the prayers which were being offered usually were not really what was the best prayers. They were simply, we simply asked God, give me this, give me a nice wife, give me a house, give me a home, all by the sea, like this, you know, we have many requests, like going into the store and asking for things. He understood, this is not the best way to pray. So he asked Prabhupada, what to pray, how should we pray? Итак, этот человек был миссионером всю свою жизнь, он проповедовал Евангелие, и он хотел узнать у правопады с какой целью или ради чего следует обращаться к Господу, потому что существует так много желаний, которые побуждает людей молиться или обращаться к Богу, кто-то желает приступом, кто-то что-то еще, какое-то материальное желание. Он хотел узнать ответ правопады. So to Srila Prabhupada, it was very clear what we should pray, and he explained to this man, he said, we simply pray to the Lord, how can I serve you, and please engage me in your service. Srila Prabhupada, в своем ответе, был предельно ясен. Он сказал, что мы молимся Господу с одним простым мотивом. Дорогой Господь, пожалуйста, как я могу служить Тебе? Пожалуйста, займи меня в служении. So we want to keep that kind of mood and consciousness when we're chanting, that this is a prayer to the Lord, we're requesting the Lord, please engage me in your service, please accept me. Итак, это, вот это понимание или вот это настроение должно быть основой нашей молитвы, например, когда мы повторяем манту. Дорогой Господь, пожалуйста, займи меня в служении. So in this way, we can make our life a little bit successful. И таким образом действовать, таким образом мы сможем сделать нашу жизнь. All right, so any questions? Дорогие преданные, теперь мы можем перейти к вопросам и ответам. Пожалуйста, поднимайте руки. Можете писать в чат. Старайтесь коротко задавать вопрос, чтобы я смог его запомнить. Матаджи Юна подняла руку, пожалуйста. Харе Кришна, ну вот вопрос такой. Что же делать с этими преданными, которые приходят в сознание Кришны с материальными желаниями? То есть как дать им понять, что они не достигают основной цели, ради которой люди приходят в сознание Кришны? Спасибо. Ваш вопрос, как правильно проповедовать таким преданным? Да, то есть как дать им понять, что они не достигают основной цели, ради которой, собственно, приходят в сознание Кришны? Спасибо. Махарадж, вопрос. Махарадж, вопрос. Если у вас есть какие-то материальные желания, которые приходят в сознание Кришны, как мы можем объяснить, что на этом уровне вы не достигаете высокой цели? Как правильно дать им подобное понимание? Ну, первое, они должны понимать, что они не имеют тела. Если они находятся в состоянии тела, то они не понимают. Так, прежде всего, начинающие, при этом, должны понять, что они не играют этим телом. Вот эта телесная концепция, прежде всего, с ней требует разобраться. Потому что мы думаем, что мы тела, поэтому мы хотим материальные желания. Мы хотим, чтобы обеспечить наш тел, чтобы удовлетворить наши senses. Так что это проблема – игноральность. Мы пытаемся закрывать игноральность и дать знание. И первое знание – это понять, что мы не тела. И так, а вот это невежество заключается в том, что я думаю, что я это тело, поэтому я должен служить этому телу, удовлетворять его желания и так далее. Это невежество, оно рассеивается путем обретения и развития духовного знания, что он не даст тела. И так, если какой-то человек не обретет полной убежденности в понимании этого, что является душой, то он никогда не откажется до конца от материальных желаний. Либо кто-то может сказать, ну да, я понимаю, что я не есть это тело, но все-таки у меня есть какие-то желания, я еще не хочу расставаться с ними, я хочу их исполнить. Так, это означает, что этот человек, этот пред, начинающий, слышал уже о том, что он не является этим телом, но он еще до конца не осознал, не реализовал этого, у него еще нет этого ума. Но Срила Прабхупад, или в этой версии, в Сримад Бхагавитам, Дхрува-Махараса, gives us a clue how to convince such people that their material desires are useless. Дхрува-Махараса говорит, что эта идея of sense gratification is available even for those who live in hellish conditions. Итак, одним из ключей к тому, как можно донести это понимание этого человека содержится в сегодняшнем стихе, где Дхрува-Махараса говорит, что посмотрите, эти чувственные наслаждения, они в действительности доступны абсолютно всем, даже тем, кто живет в городу. Дхрува-Махараса говорит, что до одних, кто живет в Дхрува, в других ситуациях. Дхрува-Махараса-Махараса говорит, что если мы посмотрим, например, жизнь обычной семьи, то мы видим, что в ее жизни очень много чувственных наслаждений, она может очень много спать, очень много есть, совокупляться и так далее. So you want that sense gratification? It's available even for the pigs which eat stool. Так, если кто-то хочет или стремится обрести подобного рода чувственное освобождение, то они уже и так нам должны, они доступны. Они доступны даже тем, кто питается освобождением и свинья. Шрилу Прабхупад was preaching to some Indian people about taking up Krishna consciousness. And they said to Прабхупад, they said, well, first we want to enjoy the material world, then we will become devotees after we have enjoyed the material world. And they said to Прабхупад, just like you have many western disciples, young men from America, he said, they have all enjoyed a lot of sense gratification. They've enjoyed the life of the western people, young people with drugs and free sex. And now they've become your devotees. So they said, after we've enjoyed all of these things, then we may also become your devotees. Эти индийцы, они рассуждали очень просто. Они говорили, вот с вами же у вас множество западных учеников, молодых, юношей и девушек. Но как складывалась их жизнь? Сначала они наслаждались жизнью, наркотики, просто жизнь на западе, свободный секс и так далее. И уже потом они приняли сознание Krishna. Вот мы тоже хотим так, сначала насладиться всем этим материалом, и потом принять сознание Krishna. So Srila Prabhupada replied to them, he said, if one has to enjoy sense gratification to become a devotee, then the pigs will be the best devotees. Of course, we never see any pigs become devotees. So people simply make these kind of excuses. They're attached to sense gratification. How much sense gratification can they have? Can they enjoy? Can they eat like a pig? Pigs can eat much more than humans. They eat so much. Can they sleep like the bear? The bear knows how to sleep. Can they sleep like the bear? So all this is, obviously, looked like a way of an opinion. Because if we look at these things, for example, they eat like a bird, they eat very much. They eat a lot. But they can eat so much. Can they have sex like the pigeons? The pigeons, they can have sex 30, 40, 50 times in one day. Can any human do like that? Or can they defend like a tiger or like the lion? We understand the human being is very limited. Our powers to eat, sleep, mate and defend are not as great as the animals. So human life is not meant for these things. Human life is meant for something else. And that is inquiry into the absolute truth. So you preach to them like that? Yes. 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 I want to hear you so much. So as a way of tutoring, if someone wants to ask us, I'm sure they will come here. This will be a lot of questions? Yes. So you can say, you have a lot of questions? Yes. I want to talk about the questions. And when you read thes, you are listening to the exams. можно сказать об этих людях, что они еще не вошли в Пагалдагиды, и они не освоят эту глаголу? А какие они лекции слушают, можете сказать? Ну, которые могут даже преданные говорить, но у них нет лишних. Ну, какие-то внешние лекции. Я понял. Махарадж, что делать, если какие-то девоты или девочек, они еще пытаются успеховать их материальные желания, в spite of их практики, в кришна-consciousness, например, например, они желают хорошие здоровья, хорошие семьи, или другие хорошие вещи. Они могут сказать, что эти девочек, которые не понимают, что они не понимают что мы можем предложить для них? Ну, я думаю, что мы должны принимать их для того, что они являются. Что они девочек, но они имеют какие-то материальные желания. Это не преступление. Мы должны понимать человеческую природу. Итак, первое, что мы должны сделать, это мы должны принять их как преданных. Это не является преступлением, что у них по-прежнему есть еще какие-то материальные желания. Certainly, one has a family. You want to take care of your family. You want to keep them in a happy condition. You want to provide for them. A devotee should not be neglectful. In the same way, one has a material body. You have to keep it healthy. You have to protect it. You have to take care of it. To keep it fit and healthy. You cannot just neglect it. We are not so much detached from all of these things. So, we have to understand every individual, the particular situation, what they are capable of. And we have to be patient. We have to give them time to progress in their Krishna consciousness. You know, Krishna consciousness is going to take some time. So, you have to be a little patient and tolerant with people. We should appreciate the fact that they have come to Krishna consciousness. And not that we shouldn't just be finding fault with them. Rather, we should be grateful that they have come to Krishna consciousness. It's very easy to find fault with other people. We have to see the faults in ourselves. And we want to try to be an example for others. Now, I'm sure anybody will look at, you know, look at me or look at you. If somebody looks at you or they look at me, they can find fault. They'll find things wrong. You know, I'm not perfect. So, we have to recognize these things and we have to be tolerant and encouraging with others and appreciate the fact that they have come to Krishna consciousness. And remember, Krishna consciousness is for everyone on all different levels. And we can't expect everyone to just immediately come to the highest level of pure devotion. We can't expect everyone to come to the highest level of pure devotion. Next question. Yes, please. This is Elena Dmitriyeva. После нее Анастасия Тратева. Hare Krishna, меня слышно? Yes, слышно. Примите, пожалуйста, мои поклоны, Арбур Махаравч. Спасибо большое за лекцию. Я хотела такой вопрос задать. Если уже хочешь предаться, что решает все-таки это сделать? Если хочешь предаться, но не получается, в чем причина, что решает вот так, да? Хочешь предаться, но почему-то не получается, да, что-то же мешает, вот что, мне хочется узнать, что мешает. Махарач, я хочу знать, что я хочу вернуться к Кришне, но я не могу сделать это, так что это может быть, почему я не вернулся к Кришне, но я хочу? Ну, вы должны быть спокойно, как я сказал, есть разные уровни, есть карма-йога, и там есть бхакти-йога. Белого карма-йога, below bhakti-йога, you can do карма-йога, you're not able to surrender to Krishna yet, but you can surrender something, some of the results of your work. Maybe you have some income, you can surrender some portion of your income to Krishna, maybe you can give some time to do service for Krishna, you go to the temple and make garlands, or clean the temple. Do something, do some service for Krishna, and that will help you to come to the point of surrender. Итак, если вы чувствуете, что вы не можете пока еще предаться Кришне, уровень бхакти-йоги, это просто значит, что вы находитесь на уникарма-йоги, когда преданный, не способен еще вот так сразу предаться Кришне, но он уже посвящает результаты своему труда, например, часть своего дохода, он может использовать на основании Кришны свое время, посвящать этому, например, служить в храме, можно работать в храм, делать гиллянды, или мыть храм, все это поможет в конечном счете вручиться к Господу. So you keep, just keep relationship with the devotees and continue to hear and chant, and gradually, one day you will surrender. Да, просто продолжайте поддерживать ваши отношения с преданными, продолжайте повторять и читать, и в конечном счете вы достигнете этой цели и предадитесь Кришне. Гуру Махараджи, благодарю вас за лекцию, и всегда, когда вас смотрю, очень вдохновляюсь. И у меня вот вопрос, друга Махарадж, он осознавал, что у него есть материальное желание, и даже то, что мама ему проповедовала, он все равно не последовал ее наставления. То вот как нам, преданным, то есть развить в себе, то есть когда мы, ну я допустим, полна материальных желаний, но осознаю, что высшая цель, она в другом находится. То есть не хочется вот этого ложного отречения развивать в себе, да, но при этом быть в таком умонастроении правильном. Вот то есть как вот этот баланс найти, чтобы не думать о себе, что ты такой уже готов отречься от материальной жизни, не отмотать, ну от своих желаний, и только предаться Кришне. А потом через несколько десятилетий осознать, что у тебя очень много материальных желаний, и ты это хочешь, это, и они начинают давить на тебя. Вот. Понятен вопрос? Да, я его записал. Спасибо. Харикришна, dear Maharaj, thank you for your lecture. I am always inspired listening to you. So, you talked about Dhruva, Maharaj, that Dhruva, he had certain material desires. And we know that, you know, finally he reached the Lord. How should we, as a devotee, for example, myself, I feel that I have some material desires, but at the same time I understand that I am a devotee. My final goal is not material, so my question is how, from one side, how to not practice false renunciation, how to be protected from false renunciation. When, being induced by some enthusiasm, I surrender to Krishna, I am doing something, but after some time I feel that I still have material desires. So, how to find this balance between real renunciation and false renunciation? Well, you have to have guidance from spiritual authorities, you have to have some kind of mentor or shiksha, guru, like that, somebody who is directing you, who is watching you and instructing you. That can be a help. Desires are not wrong, we don't stop desires, but we have to purify the desires, and means the desires which we have should be connected into Krishna consciousness. Just like, you know, you may want to make, may want to make a career for yourself, so, okay, that's all right, you make a career for yourself, but, you know, remember Krishna, don't, don't forget Krishna. Remember Krishna's arrangement, somehow, that you are able to do, take up this career, and to achieve your goal, and you should understand Krishna as a supreme controller, and always respect Krishna. Итак, например, кто-то может желать достичь каких-то успехов в какой-то карьере, пожалуйста, занимайтесь этим, но помните при этом о Кришне. Вот, что Krishna устроил это таким образом, но по его милости это все стало возможным, что я смогла вести эту работу, например, в эту карьеру, благодаря ему, что Krishna является высшим, наивысшим управляющим. So, we have some problems, maybe we have some legal problems, so we can pray to Krishna to help us. It's good to depend on Krishna. We need to practice depending on Krishna in every situation. Итак, у нас могут быть в жизни какие-то проблемы или трудности с законом, но мы должны обращаться к Krishna, мы должны молиться ему, мы должны практиковать вот это вот чувство нашей зависимости от него. And a devotee will think that this problem is Krishna's arrangement, Krishna's put me in this problem just to purify me, and to make me humble, and to make me depend more on him, and surrender more to him. So, just keep Krishna there with you in every situation. The good things and the bad things, the problems, and the joys, and whatever happens, the good, the bad, see, it's the arrangement of Krishna. Как храните Krishna всегда с собой? Будь это какие-то трудности, которые вы испытываете, или какие-то хорошие моменты в своей жизни, напомните, что Krishna устраивает всю вашу жизнь. Можно еще один момент задать? Я слышала, что материальные желания, они у нас сохраняются до конца наших дней. Так ли это? Потому что бывает, что иногда преданные говорят, но лучше я сейчас реализую это желание, ну, какое-то материальное, да, нежели там, чтобы из-за этого материального желания вновь возвращаться как бы в материальный мир. Вот верно ли это, или это как бы не совсем так? Вот. Спасибо. My next question is, is it true or not that material desires were kept until the end of our life? For example, some devotees sometimes says, it is better if I will fulfill my desire at the present moment, rather than I will neglect some of my desire to postpone it for the future, because it may happen that at the end of my life at the end of my life, these material desires may eventually appear and there will be an obstacle in it. What is it? Yes, there's some anecdote like that, there's some anecdote, the king asked, the king asked his court, his court advisor, will I ever get free of, can we ever get free of desires? And the court advisor said, they're with us up to the time of death. And so then the king, it was arranged to take the king to one dying man. And when the king came with his dying man, he brought his beautiful young daughter with him. So, when the king entered the room, the old man didn't look at the king, he looked at the young daughter, who was very beautiful. And then when the king saw this, then he understood, he understood, yes, even at the time of death, that material desire will be there in the heart. There is a story, an anecdote, when the king asked his friend to his friend to his friend, it was the same, whether the material desires to the end of the life of a person, or whether they would be able to calm himself. And the king took this king and led him to one person to one person. So, when the king was born, there was a young daughter, and there was also a servant of a servant. And they all came together, and this other, let's say, young man, instead of looking at the king, he first started looking at the king, he started looking at the young girl, and then the king понял, что, простите, этот умирающий человек. Махарадж, could you clarify who started staring at this young beautiful girl, some young man or this old dying man? Махарадж... Махарадж goodbye Махарадж, будешь скажи… Махарадж Однако, если человек вступает на путь преданного служения, то он может искоренить от своего сердца все материальные думания. Придное служение искореняет все эти желания, они будут в сердце жены, он наступит в конец. Но при этом вы должны достичь уровня чистой преданности. Последний вопрос, кто еще не задавал, осталось буквально несколько минут. Сейчас посмотрю. Ваше святейшество, когда страдания ушли, нет стимула что-то менять, как получить этот импульс к преданию, чего мне не хватает? Мухараш, Александр, he's asking your question, Hare Krishna, your holiness, when miseries get out, got out from our life, I don't have a reason for changing something. So, how to obtain this enthusiasm or impulse inside of myself to start surrendering? What I need? Well, you just need good association, someone to inspire you in Krishna consciousness. Вам нужно общение с гуру с тем, кто вдохновит вас в сознании Кришны. So, if you get that good association, if you get the inspiration from a devotee, then you want to become Krishna conscious, naturally, will awaken. At the same time, you should be pessimistic about the nature of the material world. You should not have any great hopes or finding any real happiness or success in the material world. At the same time, you should be pessimistic about this world and not build any great plans for the material life. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Very nice time. Hare Krishna, thank you. Thank you, Maharaj, for your precious time. Hare Krishna, Śrīla Prabhupād ki Jai. 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 Продолжение следует...